Здорово, вижу, из Молдовы. Классно. Ну что, друзья, мы рады приветствовать вас сегодня на втором гостевом вебинаре, который посвящен нашему новому проекту «Маковый психолог». У нас уже был один вебинар? Да, добрый вечер, Ольга, рада вас видеть. Уже был один вебинар, и вы уже получили, те, кто был на прошлом вебинаре, получили подарок номер один. Но не расстраивайтесь, те, кто не был. У вас получится и подарок номер один, и подарок номер два. Все будет в конце. И сегодня весь вечер, точнее кусочек вечера, простите, я волнуюсь, всего лишь час, час небольшим. Будем с вами мне, Татьяна Плеханова и я, Наталья Филимонова. Мы психологи и обучающие тренеры по работе с метафорическими ассоциативными фестивалями. Для тех, кто еще не знает, кто у нас первый раз в гостях, хочу напомнить, что 20 и 21 мая совсем недавно состоялся международный онлайн-фестиваль метафорических ассоциативных карт, который назывался «Маковая поляна». Мы с Татьяной были учрежденными. К нам на «Маковую поляну» смесились лучшие маковые мастера из России, Украины, Израиля и Казахстана. Вот их сколько вы можете видеть в портреты. Видите, как много их было. Их было порядка 16, и это был большой такой беспрерывный двухдневный марафон. Мы прерывались только на нас. Утром начинали отменивать. И большинство из этих наших фестивалей замечательных авторов своих метафорических ассоциативных карт. Есть колоды у нас, Татьяна. Скажите, друзья, среди вас есть такие, у кого уже есть свои колоды метафорических ассоциативных карт? Плохо слышно? Добавляю в блок. Как теперь меня слышно? Поставьте, пожалуйста, в чат от 0 до 10. 8. То есть нужно еще добавить, но я уже сделала на самую громкость. Отлично. Я вижу, что даже 9, 10 на гирой пишет. Здорово. Спасибо, друзья. Значит, я думаю, что кричать нет смысла. Я и так волнуюсь. Буду говорить своим нормальным, обычным, привычным голосом. Итак, я вам задала вопрос. Скажите, среди вас есть такие, у кого уже есть хотя бы в разработке своя колода метафорических карт? Если такие имеются, поставьте, пожалуйста, в чат плюсик. Я вижу, что таких пока нет. Хорошо, я задам вопрос по-другому. А есть ли среди вас такие, кто хотел бы создавать свои колоды? Есть. Я вижу, что Ольга хочет. Здорово. Здорово. На самом деле мы вам такую возможность предоставим. Надира, вижу, хочет. И Наталья. И Лена. Хочу. Да, Юлия, Светлана. У всех у вас будет такая возможность. У меня уже есть колоды, пишет Ольга. Здорово. Здорово, Ольга. Давайте поаплодируем, Ольга. Знаете, как аплодировать? Поставим в чат восклицательные знаки. Представляете, среди нас есть автор колод. Круто. Я прыгаю на стулья от нетерпения. Классно. Здорово. Смотрите, у вас у всех появилась такая возможность, потому что именно этому мы с Татьяной будем вас обучать на нашей онлайн-мастерской. Давайте познакомимся с вами поближе. С теми, кто уже не первый раз на нашем вебинаре, мы немножко знакомы. Но я предлагаю представиться еще раз. Ну, во-первых, вы же будущие спикеры. Среди вас, наверное, есть, я вижу, что вот и Наталья, и Любовь, и Юлия, все хотят стать авторами колод. И, наверное, хотят стать спикерами. Хотите стать спикерами на следующем фестивале уже осенью? Поставьте, пожалуйста, да. Почему нет звука? Марина, вам не слышно? Друзья, а скажите, пожалуйста, кому-нибудь еще? Не слышно только Марине? Поставьте еще раз. Час от 0 до 10. Звук есть. Здорово. Я уже вижу, что Украина, Николаевская область, психолог. Будущая Маковая поляна, будущий спикер. Это Елена. Здорово, здорово. Медицинский психолог Нагира. Круто. Круто вообще, девчонки. Мурманская область, город Заполярный. Надо же, как интересно. Ольга Рудыш, землячка моя, Санкт-Петербург, психолог. Кто еще? Давайте, представляйтесь, потому что мы все вместе, скорее всего, будем на следующей Маковой поляне зажигать. Интересно представиться, познакомиться заранее. Давайте. Не скрывайте. Ну, ладно. Не хотите, как хотите. Будем двигаться дальше. Вот я вижу, что Юлия, психолог Московской области, город Электростай. Круто. А Наталья Игнатова, психолог, город Калининград. Здорово. Здорово, друзья. Ну, еще раз напомню, я уже вижу знакомые, а точнее знакомые фамилии. Мне уже кажется, что я даже ваши лица знаю. Город Мичуринск. Оля Петрунина, психолог. Классно, сколько у вас коллеги. Тоже уже знакомая фамилия. Мне кажется, что Ольга была на нашем вебинаре. Катя Суслова-Террасполь. Здорово. Спасибо, друзья. Еще раз напомню, что наш новый проект, онлайн-мастерская «Маковый психолог» создавает свои колоды и стартует 27 июня. Уже очень скоро, через неделю. И первая ступень состоится 27, 28 и 29 июня. В 3 вечера по 3 часа мы будем с вами работать над тем, как грамотно работать с метафорическими ассоциативными картами на платформе «Стикарт», с которой многие из вас уже познакомились, и те, кто еще не знаком, познакомятся поближе. Все впереди. Вы узнаете, как в разных паразитах работать с метафорическими картами, как можно с ними обходиться с любым самым сложным клиентским запросом. Ну и, конечно же, постепенно, плавно будем приближаться к созданию своей колоды. И, безусловно, все наши проекты, вот ближайшие, крутятся вокруг замечательного приложения «Стикарт», которое создала Татьяна Приханова. Она достаточно подробно говорила о приложении на первом гостевом вебинаре неделю назад. И сегодня тоже немножко коснемся. Вы уже видели ролик перед началом нашего вебинара. И давайте еще раз поаплодируем этому замечательному приложению, на котором можно работать не только с помощью карт, но и с любыми проективными методиками. И вы увидите, как сегодня. Вы увидитесь в этом. Давайте поставим восклицательные знаки. Вижу, уже побежали в чате. Да, да, спасибо, друзья. Наталья, Назира, Ольга, Зулия, спасибо. Спасибо. И изобрела эту замечательную платформу Татьяна Приханова. Такой вот редкий психолог, который дружит с техникой, который вообще хорошо разбирается во всех технических вопросах и будет вас обучать вместе со мной. А сегодня, в течение ближайшего часа, мы с вами рассмотрим, как метафорические ассоциативные карты могут работать в вашем скайпе, в программе Олу и в вебинарной комнате. Рассмотрим, как можно производить масштабирование, то есть уменьшение и увеличение карты, на примере разных техник. Паттернов в знаках, смены образов при семейном консультировании и подгрузки новых полей, я вам покажу, как они делаются, как можно вообще менять вообще декорации, просто для того, чтобы клиентам было не только интересно, полезно, но и чтобы запоминались ваши консультации, чтобы они очень выгодно отличали вас от конкурентов. Еще мы посмотрим, как работать с психосоматикой, посмотрим, как платформа PICARD взаимодействует с трансформационными играми у нас сегодня будут. Маленькие, конечно, не трансформационные игры, но такие маленькие, интересные игровые зарисовочки, которые проведет для вас Татьяна. Я вам покажу маленький кусочек семейной расстановки, ну, не собственно расстановку, а сам алгоритм, как делается на платформе. Ну и, конечно же, вас ждут подарки для тех, кто... Да, совершенно верно, Таня пишет, примерчики, такие маленькие тезисные примерчики, и для тех, кто уже получил первый подарок, будет подарок номер два. А скажите, пожалуйста, среди вас есть такие, кто не получил первый подарок? Напишите, пожалуйста, в час, хочу подарок номер один. У кого не получилось получить? Я вижу, что Анна не получила. Не переживайте, вы без подарков не останетесь. У кого не было, Надира не получила, то есть девчонки первый раз у вас. Вы получите подарок номер один и номер два. Хочу подарок, пишет Анна. Здорово, все будет впереди. Здорово, Елена. Вы все получите обязательно. В конце. Да, совершенно верно. Так. Друзья, и я хочу напомнить, что мы с Татьяной уже активно работаем в интернете, мы активно консультируем в скайпе, в вышеупомянутой программе ОВУ, на которой мы будем обучать вас работать. Ну, соответственно, раз мы находимся в вебинарной комнате, значит, мы и вебинарку оседлали, хотя для меня это было не просто в самом начале. Знаете, как я боялась работать в вебинарке? Просто ужас. Вот реально, мне было так страшно, именно вот все кнопочки, когда выкидывала, выбрасывала. Я вот совершенно не боюсь говорить, но вот когда начинается какое-то довисание, когда очень долго что-то брузится, вот сразу становится как-то страшно, я даже начинаю забывать слова. Честно скажу. Но, тем не менее, нет ничего невозможного. Светлана пишет, благодарю за подарок, а я благодарю вас за то, что вы благодарны, за то, что вы пользуетесь, потому что подарок действительно хороший. Итак, друзья, мне бы хотелось узнать, кто из вас уже консультировал в скайпе? Давайте так, кто консультирует в скайпе постоянно, поставьте, пожалуйста, единичку. А кто эпизодически это делает, поставьте, пожалуйста, двоечку. А кто не консультировал в скайпе, но очень хочет начать, напишите «хочу». Я вижу, что эпизодически иногда консультирует Наталья, Ирина, Екатерина консультирует, Вера Суботина хочет, здорово, Эл хочет, Ольга хочет, Марина, здорово, но кто хочет, обязательно-обязательно получит. Да, Наталья, хочу-хочу. Обязательно будете. Потому что я консультирую клиентов давно, я психолог с более чем 20-летним стажем, а точнее мой психологический стаж, наверное, 24, 23, 24 года. Но вот в скайпе я совсем недавно, меньше года, и уже довольно-таки уверенно управляюсь, и практически всех своих клиентов перевела. Так что нет ничего невозможного. Все в ваших руках. Обязательно научим вас это. А скажите, друзья, вот как вы думаете, какие у вас откроются новые возможности? Давайте пофантазируем. Когда вы освоите работу в скайпе, Оу и вебинарной комнате? Что такого нового войдет в вашу жизнь? Вот у меня, например, очень много изменений в жизни произошло. Время появится, совершенно верно. Удобство и доступность, экономия времени и сил. Точно. Я могу сказать, что я до того, как я стала активно работать в интернете, я очень боялась бросить работу, которая была уже достаточно обременительна для меня. я ездила, я живу в Санкт-Петербурге, и я добиралась до работы больше часто, в один конец. То есть я больше, ну, наверное, полтора часа, то есть я три часа в день выбирала на дорогу. Да, 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 друзья, идеальная работа появится. Все верно, Наталья. И клиенты у вас появятся, и время свое, и клиентов будет значительно больше. Так оно и произошло в моей жизни. Я перестала толкаться в метро, я езжу в метро тогда, когда мне удобно. А не каждый день стою, за ранок еду, за полтора часа добираюсь, с ветеранов до станции метро Петроградской, в толпе. А питерские знают, что это не близко. Еще идут пешком, вот, и разумеется, да, и многие, кто-то, кто-то ездит на работу. А поставьте, пожалуйста, кислый такой смайлик, кто добирается до работы так же долго. Или кому приходится рано вставать. Кто устал от работы? Напишите, я устала от работы. На дядю. Напишите, друзья, кто хочет изменить эту ситуацию. Кто хочет работать, перестать работать на дядю, и хочет работать на себя, да, вот, мне же Диера пишет. Представляете, как здорово. Вот я каждое утро просыпаюсь, и у меня такое ощущение, вот я проснулась в восемь, и в таком ужасе думаю, ой, я проспала, у меня будильник не сработал. А потом сразу раз и выдохнула. Я не проспала, я проснулась вовремя, потому что у меня вебинары и вебинары все на вечер, а утром я еще успею подготовиться. Да, вот Оксана пишет, хочу работать на себя. Это возможно. Это возможно, когда вы выйдете в интернет, и можно работать, ведь самое главное, да, на Диера, естественно, лучше работать на себя. Марина, конечно, лучше, особенно если вы живете в каком-то небольшом населенном пункте, и не всегда можно найти клиентов у себя, и клиентов у вас появится возможность найти далеко от дома, вы будете искать их везде, где только пожелаете. Да, друзья, все в ваших руках. А мы вернемся к приложению СК. И сейчас посмотрим, какие еще открываются возможности. Я вам только чуть-чуть приоткрою завесу, я не буду вам полностью показывать техники, а только маленькие такие кусочки, маленькие скрапления о том, как можно работать с помощью техники науки, как можно прорабатывать отношения, как можно прорабатывать психосоматические симптомы. А вот обратите, пожалуйста, внимание на этот слайд. Как вы думаете, вот на этом слайде, очень помогла мне самой, да, совершенно верно, эти техники помогают, они, в общем-то, такие универсальные. Вот посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, который я для вас делала. А как вы думаете, какая это колода? Как она называется? Есть какое-то мнение у вас? Не угадали? Я вижу, что никакого мнения нет. Это не колода, это творчество, совершенно верно. Провокация и мотивация. Да, да, я просто делая слайды, я просто стилизовала картинки под вот такие вот карты. На самом деле, это не существующие колоды, но кто знает, может быть, она скоро появится. У меня уже есть две колоды, третья в проекте. Вот, возможно, это и будут карты из моей третьей колоды. А я сейчас пока выключаю презентацию. Да, отношения с партнером можно назвать эту карту. Это что-то о каком-то высшем разуме, ну, это вот психосоматика, да, такой вот симптом, который нас догоняет. Я пока выключаю временно нашу презентацию. Сейчас я открою демонстрацию салат. Скажите, пожалуйста, друзья, видите ли вы сейчас программу Пикарь? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы ее видите. Или напишите «вижу», чтобы мне было понятно. Отлично, отлично. А то я уже начала бояться. Как только происходит что-то такое, какая-то задержка, какая-то такая вот маленькая, непонятно, что написано, а я вам сейчас все буду объяснять. Подождите. Всему свое время. Отлично, друзья, вы меня очень успокоили. Потому что как только начинает колесико крутиться, я уже сразу начинаю переживать, а вдруг не загрузится. Она вот взяла и загрузилась. Да, я вот ее сейчас вот оставлю покрупнее. Смотрите. Если я ее сделаю крупнее, я не буду видеть чат. А мне хочется все-таки и с вами общаться. Ну, давайте, наверное, вот так вот лучше. Сейчас видно? Отлично, давайте все-таки вот так. Итак, смотрите. Возьмем, допустим, для начала имелательские техники на базе паттерна «Змах». Кто из вас знаком с паттерном «Змах»? Любовь, вам не видно? Нет. Я вижу, что кому-то не видно, а кому-то видно, да. Но смотрите, друзья. Значит, я не буду полностью рассказывать о технике «Змах», потому что она достаточно емкая, большая, и ее делать нужно как минимум час. Уже все видно, да? Здорово. Так, Любовь, если вам не видно, наверное, вам нужно перезагрузиться. Попробуйте, пожалуйста, перезагрузить страничку, и вам станет видно. Наверное, запаздываю с видео, потому что я вижу, так, слов не видно. Ну, хорошо. Давайте я вам буду читать. На самом деле я уже подгрузила новое поле. Итак, мы берем, допустим, некий негативный образ, от которого... Очень мелко, но давайте я вам буду озвучивать тогда. Смотрите. Мы работаем с иномки в таких случаях, если мы хотим, предположим, избавиться от какого-то негативного, нежелательного образа или якоря, или, может быть, какого-то поведения, которое не устраивает клиента, и хотим выработать, ну, какой-то новый позитивный навык. Итак, предположим, приходит клиент и говорит о какой-то проблеме. Давайте сейчас сначала выберем проблему. Так, обращаемся к картам. Какая-то проблема, которая клиента не устраивает. Какая-то проблема, сейчас попробуем подобрать такой образ, который был бы нагляднее. Вот здесь, наверное, будет такой образ, который можно вам показать. Ну, например, клиент не любит делать зарядку. И мы ему задаем вопрос. С чем это связано? Как у вас проявляется нежелание? Что вы чувствуете, когда вам предстоит начать делать зарядку? И клиент говорит, ну, эта карта, она может быть как ресурсная. Давайте я сейчас просто саму карту сделаю побольше. Она может быть как ресурсная, а для кого-то может быть, допустим, олицетворением какого-то нежелательного действия. Человек говорит, я не люблю вставать рано, потому что я вставаю. Я прекрасно понимаю, что это полезно, что полезно заниматься йогой, полезно делать зарядку. Но вот, к сожалению, я ее сделать не люблю. И мы задаем какие-то вопросы, которые, так, сделайте чуть-чуть крупнее. Ну, давайте я сделаю крупнее, так лучше. Вот. Смотрите. И задаем клиенту вопросы, которые я специально для вас написала. Создайте яркий образ, что вы видите, непосредственно перед тем, как начать эти действия. Ну, предположим, как начать делать зарядку. И как бы человек не пытался, ну, представить зарядку чем-то позитивным, у него она олицетворяется именно вот с ранним подъемом. А теперь предлагаем клиенту, ну, на самом деле, я, конечно, так усеченно, третично объясняю, выбрать какой-нибудь желаемый образ. Ну, например, для чего вам нужно делать зарядку? Как вы думаете, для чего нужно делать зарядку? Ну, наверное, для того, чтобы стать красивее, стройнее. Вот возьмем, выберем образ из колоды женщина глазами художника. Выберем какую-нибудь стройняшку. Так. Перевернем в открытую. чтобы такое выбрать, что было бы понагляднее, поинтереснее. Ну, допустим, клиент смотрит, смотрит все эти образы, и раз ему понравилась вот эта бабочка, как метафора того, что выпутаться из окона и открыть свою красивую фигуру. Как помните в той рекламе, я очень люблю свою красивую фигуру, я очень люблю свои стройные ноги, свои стройные ведра, свою стройную талию, и как я ненавижу ужасный жир, который все это скрывает. И вот тут вот у человека появляется стимул для того, чтобы выработать эту полезную привычку, делать зарядку по утрам или заниматься йогой. Тут мы задаем вопросы, которые помогают этому человеку, ну, клиенту, клиенту, но в нашей ситуации создать этот позитивный образ. Допустим, как бы вы выглядели, если осуществили желаемое поведение? Ну, предположим, как бы вы выглядели, ну, Виктория, к примеру, если бы вы по утрам стали делать зарядку. И клиентка описывает, какой она становится, постепенно, постепенно, выпутываясь из окона и превращаясь из гусеницы в бабочку. А теперь смотрите, я вам покажу такой вот интересный фокус. Мы оставим эти образы и поменяем подложку. Ну, так, очищать мы не будем. Мы просто загрузим новое поле. И вот мы с вами оказались где? Мы с вами оказались в кинозале. А для чего мы здесь оказались? Дело в том, что в НОПИ существует такое понятие, как диссоциирование. То есть нужно отстраниться от образов и представить себя сидящей в зале. Как будто бы это происходит не со мной, а происходит это на экране. И вот наша клиентка замечательная представляет, что она где-то вот здесь, вот в середине зала, примерно вот на этом кресле сидит и видит, как она занимается зарядкой и пытается какие-то чувства поймать. И тут мы из глубины поднимаем позитивный образ, который ей помогает делать зарядку, опираясь на которые она эту зарядку делает, для того, чтобы в дальнейшем стать вот такой вот бабочкой, вылупиться из окона. И постепенно эти образы сближаем, сближаем, продолжаем задавать вопросы. На самом деле эта техника не быстрая. Это происходит примерно, ну, как минимум часа, то есть полтора. Ну, минимальная работа с помощью взмаха, ну, наверное, у меня была где-то минут 45. То есть мы задаем вопросы, постепенно эти образы накладываем один на другой, нежелательный образ уменьшаем и происходит вот такое вот замещение. Мы задаем клиентке вопрос, как ей теперь, хочется ли ей этот образ оставить, куда бы она его поместила. Предположим, она считает, что все-таки без зарядки создать такой прекрасный женственный образ невозможно. Ну, мы зарядку оставляем, делаем ее такой маленькой, такой значимой, спрашиваем, куда бы ей ее хотелось поместить. А вниз картинки, вверх, это тоже важно, потому что существуют разные моменты, которые стоит учитывать. И этому мы будем вас учить, обучать на нашей мастерской. Ну, предположим, ей захотелось поместить зарядку вот сюда. Мы фотографируем. Сохраняем для того, чтобы у клиентки была возможность потом проработать это в дальнейшем. Вот такая вот техника. Как, понравилось вам? А я вам сейчас покажу, как еще можно с техникой в зимах работать. Сейчас я подгружу новое поле. Так. Которое я создала для подгрузки специально сегодня. И вы сможете точно так же делать. Мы вас этому научим. И я вам покажу еще одну технику, как можно работать с внутренним ребенком, с травмированным. Технику я назвала, я в домике. Здесь тоже вопросы. Я разбила поле на три части. Мы выбираем образ внутреннего ребенка. Задаем клиенту вопросы, какой он, сколько ему лет, что его беспокоит больше всего. Ну, и просим выбрать карту. Предположим, это будет колода, которая называется «Детство глазами художника». И вот у нас взрослая женщина, наша клиентка, смотрит, выбирает разные образы. Их у нас здесь множество разных. Видите, наведением курсора я увеличиваю. Ну, предположим, она выбрала вот такой вот образ. Мы ей, соответственно, задали вопросы. Давайте я вам увеличу, чтобы было хорошо видно. Итак, сколько вам здесь лет? Ну, предположим, она говорит «Мне здесь четыре». Что она чувствует? Она говорит о своих чувствах, как она себя ощущает. Можно по шкале спросить, как она чувствует, глядя на этот образ от ноля до десяти. Ну, предположим, она чувствует себя не очень хорошо. Она говорит, что она чувствует себя на троечку, потому что у нее именно в этом возрасте произошла некая травма. И теперь мы работаем с образом травмы. Итак, сейчас возьмем колоду травмы и выберем травму. Ну, или нет, я предлагаю детскую травму выбрать из другой колоды, не такую страшную. Мы возьмем колоду замечательную, которая называется «Из Сунзука прошлого». Многие из вас эту колоду знают, потому что у нас уже есть махмонки, да, которые достаточно давно работают с картами. И вот мы возьмем такую вот замечательную колоду. с помощью которой можно работать не только с детьми, но и со взрослыми. И, предположим, мы выбираем, ну, вот возьмем вот такую травму. Сделаю вам потемнее, покрупнее. Ну, скажем, да, в возрасте 4-х лет клиентка почувствовала себя брошенной, одинокой, потому что у мамы, у родителей появился новый малыш, ну, предположим, родился младший брат, и девочка почувствовала себя вот такой вот сброшенной, одинокой, ей было грустно. Мы, соответственно, задаем вопросы, какие чувства вызывают у вас вот эти вот ваши травмы. Ну, просим рассказать об этой карте. Ну, и, соответственно, ребенок рассказывает. Можно спросить, где у вас это состояние, можно поместить на тело, допустим, если воспользоваться телеской, слева, справа, внизу, вверху, ну, поскольку я вам показываю утеченную технику, просто такой вот алгоритм. и так, и для того, чтобы минимизировать эту травму, мы сейчас выберем домик, в который мы укроем нашего ребенка. Вот, стоять, тут вот есть такая интересная колода, которая называется «До моей души», ресурсная. Мы смотрим домики, показываем, демонстрируем, задаем вопросы. и клиент выбирает у нас домик клиентка. Предположим, клиентка выбрала вот такой вот камечный замок, который почему-то оказался из песка, что тоже может послужить дополнительным поводом для вопросов. Вопросы я для вас тоже, ну, накидала такие условные. А почему он из песка? То есть клиентка может сказать, потому что, ну, ничто не личное, потому что я чувствую себя неуверенной, может быть очень много разных ответов. Но метафорические карты, они знаменательны тем, что нужно двигаться за клиентом, ни в коем случае не давать своих интерпретаций. и мы берем и берем и бережно помещаем образ нашего внутреннего ребенка, внутреннего ребенка нашего клиента в домик. Спрашиваем, где бы вам хотелось расположить ваш образ. Ну, предположим, женщина говорит, что вот мне бы хотелось вот посередине самого входа для того, чтобы спрятаться в эту пещерку. Вот, она спряталась. Ну, мы ее вернем для того, чтобы было видно вам и для того, чтобы получилась хорошая такая фотография нашей техники. Стоять. Вот. Возвращаем. Ну, и соответственно, вот, ну, вот прямо вот ей очень хочется спрятаться, не случайно, да, я сказала. Карты, они на самом деле волшебные. Видите? Как бы я ни двигала, не всегда такое происходит. А вот в этой ситуации прячется она в судении. Ей не хочется быть на виду. Это тоже о чем-то говорит. Можно задать ей разные вопросы. Как вы чувствуете себя теперь? Тоже можно уменьшить вот эту травму. А спросить, хотелось бы ее убрать совсем? Или, может быть, хотелось бы ее разместить тоже в этом домике? Или, может быть, ее разместить в каком-то другом месте относительно? Ну, предположим, ей бы хотелось ее поставить вот сюда. А, соответственно, мы опять предлагаем сохранить для того, чтобы дать клиентке для размышления. Ну, и даем какое-то домашнее задание. Как можно с этим работать? Вариантов здесь мало. И все эти варианты мы будем разбирать на нашем обучении. А мы пока очищаем нашу поверхность и подгружаем новую декорацию. Так. Так, так, так. Нашла. Сейчас мы с вами поработаем с отношениями. Друзья, как слышно? Есть, нет? Друзья, напишите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, в чат. Уже все окей. Отлично. Отлично. Потому что мне приходится возвращаться в чат, и вы попросили увеличить, поэтому я, когда работаю, я чата, к сожалению, не вижу. Вот. Итак, я подгрузила для вас специально вот такое вот поле. Можно работать как с ним, так и без него. Но это для наглядности, для того, чтобы показать, что существуют разные возможности, например, разбить на три поля существующие отношения, какие они есть, и предлагаем клиенту выбрать карту, выяснить, в чем конфликт, как давно этот конфликт, и просим рассказать о себе. А, ну, допустим, возьмем колоду про отношения. Ну, самое показательное вот из здесь подгруженных, это, опять же, любовь глазами художника. Возьмем ее. Ну, и просим выбрать отношения, которые на сегодняшний день существуют у нашей клиентки. Предположим, это вот такие вот отношения. Соответственно, мы задаем вопросы по карте, почему именно такие, с чем это связано. Ну, можно еще задать вопросы, что общего у этой пары на карте, и какие были отношения у ваших родителей, что бы вам хотелось изменить. Ну, соответственно, клиент на все эти вопросы отвечает. Для того, чтобы вам было видно вопросы, я помещаю пока картинку вот сюда. И просим выбрать образы. Например, расскажите о себе, вообще, какая вы, какой вы были до отношений, когда вы познакомились. Возьмем какую-нибудь портретную колоду. Благо, у нас таких колод много. Вот, замечательная такая показательная колода, тоже в открытую выбираем. Ну, и предлагаем клиентке выбрать себя. Она говорит, вот я была такая замечательная, такая веселая, я любила шутить, любила открыть, а вот сейчас моя жизнь все изменилась, потому что моя жизнь сплошная война. На войне, как на войне. А каким был ваш партнер? Ну, каким он мог быть? Таким, ну, я думаю, что вряд ли. Это, похоже, женщина. Может быть, таким, а может быть, таким. Ну, предположим, он был вот таким. Просим рассказать о том, какой он. Можно спросить о том, как они познакомились, что их объединяет, что их разъединяет, что у них общего. Ну, и, соответственно, проработав, позадавав вопросы по этой картинке, мы просим выбрать отношения идеальные. Итак, опять мы вернемся к колоде любовь глазами художника и попросим в открытую выбрать какие-то идеальные отношения. Вот, я уже вижу такую вот сладкую картинку облака из рост. Ну, и, соответственно, задаем по ней вопросы. вопросы вы можете видеть вот здесь, вот в этом поле. Можете попросить разместить лица на идеальную картинку и спросить, как вы чувствуете себя теперь, насколько это реально, как вы думаете, возможно ли такие отношения при таких характерах. тут уже начинает какая-то такая вырисовываться ситуация, то есть, возможно, клиентка нарисовала себе такие отношения. Мы задаем вопрос, а где вы вообще такие отношения видели? А в сериалах, в книгах или есть какая-то пара, у которой такие отношения? Ну, и, соответственно, происходит прояснение и инсарты возникают у клиента. Ну, и в заключении, как всегда, мы даем задание проработать реальные отношения и прописать, предположим, дома там или в течение 10 минут во время сессии прямо сразу, а может быть просто задать вопросы так, чтобы клиентка набросала, ответила, а как вы видите реальные отношения, какие они могут быть? Вот такая вот техника. Я для вас сохраняю. Все те, кто захочет получить, могут получить еще и эти расклады на память. Вот. Поле очищаю и загружаю новое. Сейчас мы посмотрим, как можно поработать с симптомом. Итак, нам пришел клиент. Он жалуется на некий симптом. Ну, например, какой у него может быть симптом? я сейчас чат не вижу, поэтому я предположу какой-нибудь такой доступный образ, ну, предположим, у человека болит голова. Мы его спрашиваем, ну, естественно, прежде чем выбрать карту, на что жалуетесь, опишите образ симптома, найдите этот образ в колоде. Я поторопилась для того, чтобы не задерживать вас, поскольку все это происходит поэтапно, степ-бан-степ, постепенно, шаг за шагом, мы выводим на симптом в теле, ну, поскольку у нас голова, соответственно, мы сразу его поместили на необходимое место. Ну, это может быть, как, допустим, какая-то тахикардия, может быть, какие-то ревматические боли, болят руки, ноги, это может быть все, что угодно. Задаем клиенту вопрос, как вы себя чувствуете? От 0 до 10, ну, предположим, там клиент чувствует себя не очень хорошо, он называет какую-то цифру до 5, и, соответственно, мы предлагаем ему поискать ресурсы, поработать с ресурсами. А скажите, что вас радует в жизни, что вам помогает? Ну, и клиент начинает выбирать, мы ему демонстрируем карты, ну, предположим, клиент говорит, что я люблю смотреть на звезды, вообще я увлекаюсь космосом, мне интересны походы горы, я люблю зарабатывать деньги, соответственно, эти образы мы спрашиваем, куда разместить, поскольку я очень быстрый тезис на вам показываю, все это происходит тоже медленно, эта техника отрабатывается тоже примерно в течение часа, какие-нибудь, ну, ресурсов может быть где-то от 5 до 10, предположим, человек хочет зарабатывать деньги для того, чтобы у него был свой дом, он очень любит животных, размещает их ближе к сердцу, любит знания, деньги ему нужны для того, чтобы реализоваться, построить карьеру, а еще ему интересны отношения, любовь, и в отличие от предыдущей девушки, он любит заниматься спортом, ему интересны медитации, ну, таким вот образом мы полностью закрываем свистом и спрашиваем, насколько хорошо вам стало сейчас, и соответственно, когда клиент находит эти ресурсы, мы спрашиваем, когда это происходит в вашей жизни, есть ли у вас для этого место, если человек говорит, что да, у меня место есть, я медитирую, я зарабатываю деньги, я хожу в горы, я строю карьеру, я строю отношения, я люблю животных, у меня есть кошка и собака, соответственно, он находит этому место в своей жизни, если места нет, то мы ему предлагаем это место поискать, ну, и вот такая вот ресурсная техника, когда мы полностью закрыли симптом, мы задаем ему опять вопрос, как вы чувствуете себя от 0 до до 10 баллов, ну, и, как правило, клиент уже чувствует себя значительно лучше, как правило, работа психосоматикой одним сеансом не ограничивается, но вот такая вот ознакомительная сессия бывает очень показательная, ну, вот, собственно, все, я вам показала, как вам эти техники, я возвращаю презентацию на место. Итак, друзья, я вижу, что техники вам понравились, на самом деле эти техники мы с вами будем изучать на нашем курсе «Маковый психолог онлайн» уже на первой ступени, а сейчас еще раз тезисно пройдемся по ним. Итак, мы рассмотрели демонстрацию не одну, а целых три на основе паттерна в МАХ, вы видите краткий алгоритм, еще мы с вами рассмотрели смену образов в семейном консультировании или, в принципе, работу с отношениями, ну и, соответственно, посмотрели, как можно работать с психотоматическим симптомом. А мы будем двигаться дальше. Сейчас мы поиграем. Дело в том, что на самом деле с помощью метафорических ассоциативных карт можно не только работать с клиентами, но и играть. И следующая наша маковая поляна, которая состоится уже осенью, и многие из вас на ней будут присутствовать. Мы будем дарить вам впереди скидки еще на следующем, на третьем вебинаре, и не только вас ждут большие сюрпризы от нас. Да, 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 совершенно верно. Вот, сейчас мы поиграем не в трансформационную игру. На маковой поляне у нас будут большие, такие серьезные, большие, интересные трансформационные игры. Сейчас у нас игра тоже будет интересная, но и большая, такая маленькая разминочка. Эту игру мы придумали с Татьяной специально для вас, и сейчас приглашаем Татьяну, она ее для вас проведет. Игра называется «Спроси у подсознания». Спасибо, Наташа. Друзья, давайте проверим связь. Слышно меня, видно меня, насколько баллов не слышно. Катайте, пожалуйста, чат от 1 до 10. 9, отлично. То есть можно не кричать «Фанит». Фанит что, «Элл»? Что-то эхо какое-то, нет? Слышно видно, хорошо. Итак, теперь я с вами сама поздороваюсь. Сегодня у меня был очень интересный день. Я все думала, что не успею подготовить рекламу, но «Фэлл» сейф и приложение сразу начались творческие стресски. Ну, по крайней мере, понятно, да, что меня слышно, о чем я говорю. Так, ну, я продолжу пока, да? Окей, хорошо. Итак, мы с вами сегодня поиграем. Это даже такая высокая психологическая трансформационная игра, сколько именно пример, как можно играть в групповом формате в онлайн в онлайн и тв. Это может быть вебинарная комната, это может быть скайп-группа, это может быть ово-чат, это может быть онлайн. В общем, сейчас технологии почти очень далеко. Вот, и давайте с вами сейчас активно поиграем, потому что, чтобы унести что-то с этого вебинара полезное в свою жизнь, я предлагаю вам быть очень активной. То есть, отвечать на вопросы, ставить плюсики, там, какие-то в своей социальной связи. Итак, скажите, пожалуйста, видно, вопреки, мой лобочистол сейчас. Посмотрите, музыка, отлично. Я уже вижу один, два, дальше. Хорошо. Итак, друзья, давайте с вами сейчас небольшую такую теорию, вспомним, что мы знаем, что непризнательная дает себе очень много информации. И в жизни у нас встречаются очень часто проблемы выбора. И вот бывает, что есть выбор, а лечение нет. Мы не можем не предпринять какой-то путь, поворот, там, решение, еще что-то такое. Ищем ответ. И на сознание, на поверенности его нет. Поэтому я предлагаю сегодня поговорить с помощью этиоретической карты с нашими беседателем и найти ответ именно на ваши вопросы, которые сейчас у вас есть. Поэтому предлагаю сейчас мысленно можно написать про себя, можно написать в чат, задумать какой-то запрос на тему выбора. Если ваша жизнь отвечает с проблемой какого-то выбора, можете просто поставить плюсики, что выбор есть, вы готовы играть. Как правильно сформулировать запрос? А, запрос, да. например, выбор это что? Это сюда два направления, два, три больше. Ну, мы поработаем в основном с двумя самыми актуальными. Да, Анна, да, да, я слышу пример. Учить с работы или остаться. Например, да, разорвать отношения или пытаться спасти. Не знаю, пойти на то место работы, да, выйти замуж или нет. Все верно, да. Способны ли я открыть победы? Отлично, смотрите, какие интересные запросы. А, да, да, да. Итак, первую карту мы выберем случайно. Она будет полностью отображать ваш запрос. Сегодня я поработаю с колодой эмоций судьбы повторения Ивановны Орды. Одной из первых начинающих российских издателей эмоцифорических карт. В колоде очень много лет уже. Я думаю, вы все ее знаете. Но большинство из вас, надеюсь. Вот. Итак, ваш запрос открываем. Пожалуйста, напишите первые три ассоциации, которые пришли вам на ум по этой карте. просто первые самые которые пришли. Это легко и просто. Обычно первое, что всплывает у нас в голове это весь голос нашего беззнательного. Анна, это пока не ответ. Мы пока подбираемся к нашим недрам беззнательным. Да. Так, забота, любовь, признание. Наталья, отлично. Катя, суслова, игра. Отлично, да. Как мило. Оба выбора незрелые. Екатерина, вот здесь получается вы уже пытаетесь интерпретировать ближе к мне, может быть, к запросу. Я же просила назвать три ассоциации. Плохо слышно. Я постараюсь говорить не очень быстро и может быть погромче, да. Вера, будет лучше слышно? К сожалению, но эта аппаратура пропадет сегодня. Хорошо. Вот, три ассоциации. Хорошо. Теперь мы эту карту, мы помним, что это ваш предполагаемый вопрос. Вернее, даже, наверное, назовем ее ваше решение готовое. Вот. Когда вы совершите выбор, это будет вашим решением. А теперь мы будем задавать вопросы. Сейчас я вытяну наугад семь карт. Сколько получилось? Да, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. в каждой карте мы задаем вопрос, который имеет косвенную снять вашим выбором. Итак, первый вопрос. что бы я выбрала, если бы не мой страх? То есть, тот выбор, который стоит перед вами, он имеет две дороги, ну, или три там. и вот что бы вы выбрали менее страшного, чем второй вариант. ассоциации. Да, вы для себя решаете, какой вариант для вас обладает меньшей заряженностью, страхами, фобиями. да, оба хуже. А вот, знаете, бывает такая пословица, из двух зол выбрать меньшая. Как бы там ни было, но если послушать сердце, какая-то дорога будет отвлекаться больше. Попробуйте прислушаться к себе. Друзья, вы, по-моему, просто пытаетесь читать с карты. Нужно чуть-чуть ассоциации, но в любом случае вспоминайте свой вопрос. Что бы я выбрала, если бы не мой страх? А, здесь стоит, да, читаю вопрос ваш. Если клиент попросит другую карту открыть, во-первых, для вас это уже вопрос. Вы можете задать ему его. Почему вы хотите открыть другую карту? Что вам здесь не нравится? Она максимально расширила карту. Да, вот Катя подсказывает нам, что в теле отражается да, приятно так, а нет, это плохо. А никак отвлекается, если описать никак, это про что? Скорее, здесь комфортно или комфортно? потому что да, это не будет. Хорошо, что для вас слово да? ой, сейчас боюсь ошибиться, но по-моему Франкл говорил, что в каждом нет закрываются миллионы да, но в каждом да исчезает нет. Плохо видно, что на карте. Хорошо. Так, вот мне эта карта у меня не получится сейчас. Элла, после вебинара я пришлю всем сохраненный вариант этого расклада и вы сможете рассмотреть поближе, что находится на карте. Итак, напоминаю, что это у нас был ответ на вопрос, что бы я выбрала, если бы не мой страх. Едем дальше. сразу я ее открою, чтобы эффект вау. Да, друзья, у нас с вами не терапия, правда. Мы играем, мы просто исследуем тот выбор, который перед вами стоит. Если вы сможете что-то полезного нести, для нас это будет максимальная награда. итак, это ответ на вопрос, что бы я выбрала, если бы не деньги, если бы я была финансово, независимо, если бы вопрос денег передо мной не стоял, что бы я выбрала. И, коллеги, будет здорово, если у вас под рукой есть ручка и бумажка, потому что записывать за собой очень-очень важно. Писать у нас как птичка. Улетел и прилетел. Вопрос поскоряю. Что бы я выбрала, если бы не деньги? Если бы я была финансово, независима? Если бы вопрос денег меня не тормозил? что бы я выбрала? Вот она уже пишет. Спокойствие, побыть наедине с собой, отрешить свою заботу. Отлично. Кажется, просто призывает заняться духовным развитием. Просветление, саморазвитие. Не делать этот выбор. Не делать этот выбор. Не делать выбор, это тоже выбор у нас. Получается, что у вас не просто две дороги, а третий. Не делать этот выбор, это тоже выбор. Экатерина пишет спокойствие, удовольствие от жизни. Стоит задуматься, правда? Куда вас ведут эти две дороги? Куда вас ведет ваш потенциальный выбор, ваша цель? Хорошо. Я медитировала на идею, чтобы открыть гены. Катя, ну вперед, кто мешает? Сидеть на балконе, танцать и ножки, 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 друг друга называть по имени. А, да, знаю такую песню. Да, интересная песня. Итак, едем дальше. Эта карта в отношении нашей ситуации ответит на вопрос, что худшее и что лучшее может со мной случиться, если я совершу решение. что худшее и что лучшее может со мной случиться, если я приму решение именно то, куда меня тянет. А на мы с вами фантазируем. То есть вы можете представить себя в разных потенциальных ситуациях совершенного выбора. Как тогда я могу оценить лучшее и лучшее? По ощущениям, вы знаете, что такое визуализация выбора? Например, уйти с работы или остаться? Например, я представляю, я ушла с работы, как будет выглядеть моя жизнь? и я чувствую себя не очень окей. Значит, наверное, это можно назвать дискомфортно. Я осталась на работе. Как будет моя выглядеть в жизни? Может быть, тоже не окей, но что-то будет, а что-то уйдет. Предположить, да, на два выбора я должна выбрать то и то. Например, дорога А, что там случится, лучшее и худшее? И дорога Б, что там случится, лучшее и худшее? Вот Катя у нас очень здорово сейчас описала. Лучшее свобода и отдых, худшее мечта и убедание. То есть, это в отношении бизнеса, я понимаю. Так. Продолжаем. Или кто-то еще пишет у нас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если едем дальше. Угу. Тогда мы это уменьшаем. Угу. Итак, вопрос номер четыре. Чему меня научил мой прошлый опыт в отношении таких выборов? По-моему, очень-очень метиполичные танки. Чему меня научил мой предыдущий опыт? То есть, что я могу извлечь из своего прошлого, чтобы воплотить его в решении? Друзья, надеюсь, что вы задумались, потому что тишина в чате правда очень пугает иногда. Дребят себе отличная святиктория. Не находится ответа. Анна, попробуйте писать просто ассоциацию. Мне кажется, это намного лучше, потому что когда мы пытаемся головой работать с картой, она с нами не будет говорить. Карта это трамплин бессознательная. А бессознательная у нас оно не вербальное. Оно не похоже на мысли. Поэтому надо больше не думать, а больше чувствовать. Вот смотрите, написали уже другие. Видеть лучшее во всем. Надо запустить терпение. Иллюзии нет. Если есть проблема, то надо решать себя не обманывать. да, это как-то действительно про субъективное и объективное проявление. И уж точно коллеги можем сказать, что мы с вами наверное одни из тех, кто быстрее достается со людьми. Потому что наша работа все-таки тестировать реальность как можно лучше. Согласна? Так, еще ответить, обман, заниматься самообманом, любить себя в том теле, да, видеть лучшее, принять себя, доверять интуицию, да, отлично, вспоминать, как она дается себе знать. вот недавно читала один интересный пост на фейсбуке про проблему выбора как раз. И вопрос задавался такой, а чем вы принимаете обычно решение, головой или сердцем? И очень интересная дискуссия получилась. Многие принимают головой, но верные приходят от сердца. И вот как раз сердечные решения резко приносят к тобой сожаления. И уж кому об этом не знать, как нам женщины. продолжаем. так продолжаем. Следующая карта ответит нам на вопрос. совпадает ли данное решение моим беденем? Или оно все-таки сбивает меня с толку? Ой, салки не крыло. О! Интересно, интересно. Что-то даже сама не могла делать. еще раз вопрос. Совпадает ли данное решение решение вот у нас в церкви сидит. Совпадает ли данное решение с моим видением? Видением ситуации, видением мировоззрения, видением ценностей? Или оно сбивает меня оттолку? Наверное, можно даже перефратировать. Вписывается ли решение в мою систему ценностей? То потенциальное решение, которое я приму, будет ли соответствовать моим ценностям? Или оно уводит меня от того, что мне важно здесь такое интересное метафоро. А я вот сейчас не буду интерпретировать. Все возможно. Вписывайте тут то, что надо. коллеги, а вот просто ответим на вопрос. На карте закат или рассвет? Слушайте интуицию. Это вообще космос. Анна, хорошо третировать реальность, но все-таки на этой планете рассвет или закат? рассвет. Рассвет, 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 на карте вечность. Отлично. Или эту вечность у нас рассветы. Хорошо. А что для вас рассвет? рассвет? Вот вы с какой стороны смотрели. Катя, где находимся, там и смотрим. Сейчас для вас это рассвет. Начало нового дня. А вот теперь связываем с вопросом. Вы попадаете в данное решение с моими ценностями. Связан ли рассвет с ответом? Начало сила новая. Отлично. Очень ресурсная. Ухвала сейчас перечистила Ольга. Итак, как бы на вас положить чуть-чуть пацанку скинем. У нас осталось все карты. И мы ответим на вопрос. Когда я приму это решение? на ветвь можно поймать. Пусть у нас будет солнышко. Когда я приму это решение, как будут чувствовать моя душа и мое тело? тело? Когда я приму это решение, что будут чувствовать мои душа и тело? Мне кажется, не стоит дополнить вопрос, где на этой карте по-вашему метафору вашего тела и ваша душа. Так, Анна, нет, сейчас тебе надо все вопросы по каждому выбору продаваться. Анна, да, если выбор очень сложный, то действительно стоит пройти какую-то консультацию, каждый выбор досмотреть, потому что любое решение, оно тут же создает новое поле возможностей. И сказать, что выбор не несет в себе ничего хорошего, но любой выбор несет что-то хорошее. Вот Катя пишет, мальчик тело, родители анимум сянима. Катя, что это для тебя значит? А, тело и самость. А вот вопрос, из родителей, где тело, а где душа? Виктория пишет, душа и тело перестанут конфликтовать и начнут работать в гармонии. Отличный вариант. Хорошо. Угу. Ага, Элла пишет, что мальчик тело, а родители взрослые и родители. Вот смотрите, так же для себя. Кто-то родили, с которым вы предпочли работать или какую изучаете. Посмотрите, где именно вы, ваше я, ваша самость, где ваше тело, где ваши эмоции. душа, все это приближено к эмоциям, к переживаниям, и для вас это что-то будет значить. Сама по себе карта уже отвечает на вопрос, что стоит какой-то конфликт, треугольник. А душа и тело у нас всегда находятся в какой-то динамике. Вообще, для меня это выход из-за цены. Он вырастет по счету с проблемами. Хорошо, Катя, это твое мнение. Хорошо. Анна пишет, я и есть тот самый мальчик, для которого важнее оборудование. А ему делать выбор. Вспомним вопрос, как будут чувствовать себя мои тела и душа, когда выбор что тебе придется в следующий. А может быть, не придется. Попробуйте думать прямо из сегодняшнего момента. Почувствуйте, какая сидела и тела. Друзья, вы еще не устали? Как вам вообще вот эта методика идет? Хорошо, плохо? Плюс, минус? Хорошо идет. Ага, спасибо. Так, в любом случае буду перуго колебаться. Не радует такая перспектива. Анна, это очень хорошо, что для вас уже результат увидеть вот эту нерадостную перспективу это шанс принять какие-то действия, чтобы перспектива была более радужной. Согласитесь, негативный результат тоже результат. Растерин, да. Хорошо. вообще вот если говорить от себя, то часто наше тело и душа находятся в разных как сказать сферах выбора. И поэтому среди них нет мира. И отсюда появляются всякие заболевания. Когда душа хочет в одну сторону, а тело хочет другое. Ага. Да, друзья, мы будем сейчас заканчивать. У нас осталась одна карта. Ага. Хочу поменьше сняла. И последняя карта. Она о восприятии себя решила в будущем. Когда я приму решение, как я буду смотреть на себя в зеркало завтра? Ну, не завтра, в будущем. Что вы будете чувствовать после того, как примите решение? Будете ли вы испытывать голод без радости, признан или все-таки что-то будете отслеживать типа тогда или сожалению? Может быть какой-то засады? О чем это будет ваше завтра? с Побудый подет Светлана да. Когда вы примете свое решение, вы почувствуете свободу. Ведь выбор наш всегда определяет свободу. Свобода, но немного грустная. Иногда грусть бывает полезна. Помните ли вы мультик, в котором я недавно нашумел на психологическую тему «Головоломка» с эмоцией грусти, там весь сюжет играла как бы негативную роль в кавычках, но в конце вдруг оказалось, что без грусти не наступает опыта, не наступает интеграция. В том, что надо двигаться только вперед. Большие тети достигают спортивного. Вот это вперед. Ночь, покой. Как и перечисляют ассоциации. Вот, видите, будет по пару. А Элла, видите, стремление вперед. По-моему, это прекрасно, что ваше будущее не столько больше вас подстегивает двигаться к своим целям, что там нет тормозов, там нет препятствий. Вот так вот красиво. Все расположу. Друзья, теперь давайте выканчиваем, да, почти эту игру. Посмотрите снова на ваш запрос. Как вы его видите в свете всех этих картинок? Изменилось ли ваше восприятие в первой карте? Получилось ли у вас найти хоть маленькую часть ответа к тому запросу, который вы задавали вначале? Продолжение следует. Да, спасибо. Я рада. Знаете, чтобы поделиться к секретам, чтобы не увлекать в высоты честолюбия о том, что о, я психолог, а достаточно держать в голове мысль, что если ты помог своей профессии хотя бы одному человеку, значит, ты уже выполнил свое представление. Это позволяет вам не забывать, что психолог, он не бог, но в то же время он способен помогать. Угу, еще ассоциацию. Спасибо, друзья. Да, мы сегодня немного сбежались. Вот у меня есть еще маленькая близ игра. Хотите ли вы посмотреть ее? Ну, скажите, пожалуйста, плюсики. Это игра буквально минут на 5-7. Хорошо. Сейчас я сохраню расклад. Так. Так. Что-то у меня хочет заменить, но не будет заменить. Ага. Да, недолго. Буквально 5-7 минут. Угу. Эту игру я хочу привести на колоде бискет. Да, подарок будет. Подарок будет обязательно, оставайтесь с нами. Угу. Игра. Сейчас я вспомню, как она называлась. Наташа, подскажи название. Я забыла название. В общем, эту игру очень здорово применять в групповой практике, или даже просто в индивидуальной практике, чтобы раскачать воображение. Но у нее есть еще один цвет, а не в конце. Я буду вытаскивать по две карты. Так. Максимально. И. Сейчас давайте поактивнее поработаем. Чтобы быстренько было, да. Никакого правечного запроса. Ничего из вашей жизни. Просто смотрим и пишем. Найдите мне на этой карте позитив. Что-то позитивное. Что-то ресурсное. Чем хороша эта карта? Веселье. Отлично. Ангелы и музыка. Ага. Я еще вижу тут дружку. Сплаченый. Ангелы играют через себя. Легкость. Общение отличное. Ага. Внимание. Найдите мне на этой карте «Негатив». Что здесь неприятного? Что здесь неприятного? Что вас отталкивает? «Негативчик». Страх. Темнота, черная дыра, отторванность от жизни. Ох, я вот сколько написала. Темнота, ограничения, сдержатель, капсулированный ступик. Шикардос. Отлично. Снова. Найдите здесь, что здесь. Движение. Отлично. Движение. Крутится, гельтится, замкнутся. Работа, слаженность. Безвыходная ситуация. Виктория, мы здесь ищем позитив. Что ресурсов вы можете здесь найти? Что может вдохновить, поднять силы? О чем хорошем, это карта. А, интернет тормозит, окей. Взаимодействие, результат, слаженность. А, вот теперь позитив. Ой, наоборот, «Негатив». Все работает как в числе. Ладно, отлично. Команда «Цей движения с прочими». А здесь еще «Негатив». Что здесь неприятного, что плохого? Птицы сдохли. Угу. Или улетели. Ограничение свободы. Зажатый скруг. Крестка пустота всего улетели. Угу. Так. Еще по одной. И. Слышь. Что ж такое? Все устали. И Ханты тоже. У нас как-то вот здесь подруг. Ох. Найдите мне здесь позитив. Что ресурсов на этой карте? Что здесь хорошего? По-моему, тут столько хорошего. Тут столько вот. Ух. Освобождение. Новая жизнь. Да. Жизнь прет отовсюду. Это точно. Угу. Рождение новых идей. Наташа, ты как всегда. У нас просто ассоциация. Красивое платье, кстати. Для беременной выглядит хорошо. Это очень непростая задача, да. Красота рождения начало. Отлично. Здесь было довольно просто. Интересно, что у него здесь? Ну да ладно. А вот тут найдите мне негатив. Что здесь плохого? Да. Что здесь у нас нехорошего? Какие препятствия? Может быть, какой-то, не знаю, страх, эмоции, что? Однообразие. Угу. Тоска. Сбиваясь в пути. Отлично, отлично. Ребята, вот такие ассоциации классные. Вот правда. Много маяков корабли запутываются. Отлично. Да. Механистичный. И еще плодной и будем верить все. И там у нас дальше. Суприт. Снова позитив. Что у нас тут позитивного? Что это вообще такое? Ммм. Путешествие, движение вперед. Угу. Дорога в отпуск. О, да. Ох, этот отпуск. Мело впечатлений, эмоции. Дом на колесах мобильный. Отлично. Угу. Тишем, тишем. Так. А что у нас тут негативного? Какие препятствия? Какие препятствия? Какие препятствия? Так, одиночки. Какие препятствия? Мыши сожгали последний башмарк, нищета. Анна, отлично. Каждый день полный летать не может. Отлично. Груз, тяжесть, нос. Мышка разобьется, а мышь попалась? Да. Нет, подозрел мыши. А теперь финал. Внимание! Просто опишите ровно то, что вы видите. Вот просто, что видите, то и пишите. Что мы видим? Мы видим поле. Правильно? Правильно. Что мы видим? Мы видим человека. Не ассоциации. Мы видим только то, что мы видим. Коллеги, еще раз. Это не ассоциации. Что мы видим на картинке? Вот это что? Король сжигает на крыше башни. Ольга, ага. Еще. Шахматная доска и человек. Еще. Вот это что? Самоубийцы. Это уже домыслы. Кубики шахматы. Так. Высотный дом. Королева. Танцует. Так. Тут чуть-чуть ассоциации. Дом с узкими теряющими окнами. Хорошо. Еще что-нибудь. Лестницы. Красное небо. Свет в окнах. Тучи. Распотребленные руки. Черные и белые клетки. Что еще можно? Корона. Борода. Вот скажите. То, что мы сейчас перечислили. Как называется? Психологи включаем наше знание. Как называется то, что мы перечислили? О чем это? Реальность. Катя, браво. Просто бинго, да. Да. Это объективная реальность. Я не психолога. Анна. Зла стоит задуматься. Да. Зрительные факты. Безоценочные отношения. Отлично. Катя. Просто зришь корень. Вспомним. Когда я говорила вам, найдите позитив, вы писали исключительно позитив. Я, конечно, понимаю, что команду выполняли очень правильно и точно. Но вы видели его рядом не до сих. Очень редко. Это и есть влияние наших установок. Когда нам говорят убить что-то хорошее, мы хорошее видим, но пропустим плохое. А когда застряет внимание на плохом, что мы видим? Что мышка попала. Угу. А на самом деле реальность вот такая. Вот такая вот реальность. И теперь я на этой волне пожелаю вам оставаться все-таки в этой объективной реальности. Если вдруг случаются какие-то домысливания, проверяйте эту реальность. Проверяйте. Не бойтесь. Реальность не кусается. Это не матрица. Реальность – это то, что мы видим. То, что мы отделяем от наших всяких проектов, установок и так далее. Реальность неизменна. Изменены мы. Помните об этом. Ух! Ну что, позовем Наташу. И она продолжит для нас следующую программу. Осталось совсем чуть-чуть. Вообще еще совсем чуть-чуть. Буквально минут 10. Да, Наташа? Наташа, мы ждем тебя в эфире. Продолжение следует. Что-то зависло. Друзья, как слышно, как видно меня. Немножко у нас сегодня затянулся вебинар. Если мне будут звонить по телефону, вы уж меня, пожалуйста, простите. Потому что ко мне тут сейчас должны прийти. Придется мужу открывать. Если я буквально на пару слов отвлекусь, вы как-то отнеситесь к этому снисходительно. Итак, друзья, я вам хотела показать еще расстановки, но поскольку времени у нас совсем мало, я подготовила вам просто вот уже накрыла, что называется, поляну и буквально покажу, как это происходит. Кто из вас знаком с системными расстановками по Хеллингеру? Кто хотя бы бывал в качестве заместителя или сам расставлялся? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, чтобы я понимала, насколько вы понимаете, о чем идет речь. Итак, есть ли у нас такие, кто бывал на расстановках? Ну, ладно, не были, то будем. Итак, друзья, я для вас вот подготовила такое поле, как можно работать с помощью системных расстановок. Это такой достаточно, ну, психологи наверняка, если не бывали, то хотя бы краем уха слышали или немножко знают, может быть, читали в книгах по семейному консультированию. Здесь, конечно, вот если бы я это все раскладывала, да, хотя бы вот просто вот так вот здесь, но ушло бы не меньше, чем полчаса, потому что сама такая расстановка заняла бы, ну, наверное, часа-полтора. Предположим, клиентка обратилась с запросом на предмет того, что они с мужем постоянно ругаются. Я вот уже подобрала карту. Соответственно, я прошу из колоды, это моя колода семейная, называется «Семейная история», специально для системных расстановок. Я подобрала фотографии черно-белые, фотографии старые, которые датируются где-то, есть фотографии конца 19 века, такие вот совсем-совсем старые. И есть фотографии 70-х, 80-х, ну, вплоть до 90-х годов. Вот такие вот психотипы, да. И я просто предлагаю расставить, да, семейные отношения с мужем. Клиентка выбирает образ себя, похожий на себя, психотип, как заместитель его, выбирает своего мужа, своих детей, как рожденных, так и нерожденных, потому что системные расстановки по Хеллингеру нерожденные считаются тоже членами системы. Ну, и, соответственно, своих родителей. Ну, предположим, у нашей клиентки вот такая вот семья, вот такая вот военная пара, у нашего клиента вот такая вот пара родителей. Это уже дедушки, бабушки, другое поколение. Ну, и здесь выстраиваются коррекции. Какие отношения у этой пары, какие отношения были у родителей, что послужило тому, что супруги ругаются. Ну, предположим, клиентка подозревает, что у мужа есть некий адюльтер, да, какие-то вот отношения на стороне. Она очень сильно переживает по этому поводу, так же, как переживает по поводу нерожденного ребенка. Вот здесь вот этот мишка, он означает, ну, как это, возможно, либо абортированный ребенок, либо выкидыш. Ну, и, собственно, вот такие вот глубинные переживания. Здесь, конечно, все это надо очень долго прорабатывать. Причины, почему этот ребенок не родился. Ну, предположим, женщина пыталась сделать карьеру, но карьера оказалась такой вот иллюзорной. О том, какие отношения с детьми сейчас. А вот здесь вот ребеночек, да, я вот вам эту карту сделаю покрупнее. Здесь родители ругаются, ребенок уткнулся в книжку. А оказалось бы жить и радоваться, потому что современные дети очень мало читают. Но здесь вот такой вот ребенок, который живет в придуманном мире. И оторван от реальности, неизвестно, что с ним будет. Есть еще, предположим, старшая девочка, у которой уже на дворе весна, но она тоже вот балансирует на грани. Возможно, какие-то вот отношения, какая-то любовь прорабатываются, отношения дедушек, бабушек. Я прошу прощения, я отвечу на звонок. Алло. А возле 98-го дома, сейчас секундочку, у вас выйдет, встретит муж. Я просто немножко занята еще. Вы подходите, да, вы подходите, пожалуйста, к парадной, где квартира 53. Но вы пока не звоните в домофон, потому что вот он выйдет, вас сейчас встретит. Леша, встреть, пожалуйста, девушку и открою квартиру. Да, прямо сейчас уже человек ждет. А вот, к сожалению, друзья, мы немножко выдали с графика, потому что мы планировали час там, но максимум час 20. Ну, собственно, вот такая вот системная расстановка. Возможно, да, я вам фотографирую. Вот еще берется какая-то случайная карта. Можно спросить, о чем это, о вашей семейной истории. И сохраняется расклад. Если интересно, мы вам пришлем, и, естественно, как работать с семейными системами, мы все это будем изучать с вами. А я завершаю демонстрацию стола, возвращаю нашу презентацию. Потому что вас еще ждет подарок. Ну, вот я вам показала технику, которая называется гинограмма рода. Это есть в сборнике, где 160 техник. Кто-то из вас уже этот сборник получил, а кто-то получит сегодня. Ну, естественно, да, стоит немного отметить, что все-таки мы собираем народ на онлайн-мастерскую. И что, собственно, отдых ваших клиентов совсем не значит, что вам необходимо прерывать работу. Можно совмещать приятное с полезным. И что вы с помощью программы «Си-карт» и нашей онлайн-мастерской можете сделать клиентами весь мир. Мы об этом уже говорили. И то, что даже находясь в удобном для вас месте, на даче или на природе, или где-нибудь, может быть, совсем далеко, вы можете продолжать работу с клиентами, развивать ее. И, собственно, для кого мастерская? Она как для опытных психологов, консультантов, для того, чтобы всегда быть на высоте и конкурентоспособными. Для коучей. Если среди вас есть таковые, поставьте, пожалуйста, плюсик. Будем, по крайней мере, знать, если есть коучи, коллеги. Вот коучи тоже могут поучиться, потому что у нас много коучинговых колодок, очень много коучинговых техник, персоналей. Ну, а начинающему психологу сам Бог видел. И, соответственно, скидки. Для тех, кто посещает наши гостевые вебинары, первая ступень будет стоить не 6400 рублей для жителей России и не 2900 гривен, а значительно меньше, всего лишь 4900 рублей или 2250 гривен. И поскольку, вот, к сожалению, мы сегодня немножко не уложились, в регламент мы продлеваем действие скидки не до 24 часов сегодняшнего времени, а на 24 часа. То есть эта скидка действует до 24 часов завтрашнего дня, 24-го. Чтобы у вас была возможность позвонить нам, либо написать. Написать по электронной почте мы сможем с вами встретиться в скайпе. Будет такая возможность, мы вам дадим свои координаты, если вы напишете по почте. И вам все подробно расскажем, если у вас остались вопросы. Ну и, соответственно, призываем вас зажечь свою звезду макмастера международного уровня. А теперь подарки. Самое интересное. Ссылка в чат. Я попрошу Татьяну бросить в чат ссылочку, на которую вы можете получить первый и второй подарок. Татьяна. Где наша ссылка на податки? Друзья, как слышно меня? Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, если вы слышали то, о чем я говорю. Потому что такая тишина стоит, мертвая. Я не знаю, что у нас происходит. Поставьте, пожалуйста, хоть какой-нибудь значок. Хоть плюс, хоть буковку какую-то. Друзья, если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, любой из нас чат. Наташа, тебя слышно? Я просто жду ссылочку сейчас для регистрации. Покажи, пожалуйста. Мне просто нужно выйти, потому что меня уже ждет человек. У нас уже время, ну так скажем, превышено где-то на 15 минут. Я договорилась о встрече на 21.30. И мне бы хотелось, Таня, чтобы ты бросила ссылочку и завершила нашу сегодняшнюю встречу. Я вот показываю вам слайд, не буду говорить, потому что вот меня реально уже ждет человек. А то, что ждет нас на следующем. Хорошо. Давайте я сейчас закончу. Так, презентация. Ну, ладно. Там уже дальше нету слайдов. Друзья, на самом деле я стою с вами попрощаться, посмотреть, по у всех ли, что случалось. Ссылку на подарок я дала. Пожалуйста, скажите, у кого получилось, у кого нет. Ох, эти дедушки. Так, ага. Вот. Так, ссылки повторяю. Никто не уйдет без подарка. Вот подарок номер два. А вот подарок номер один. С прошлого вебинара. У кого ссылка не открывается, пожалуйста, копируйте адрес тщательно. Потому что почему-то здесь ссылки, они... Да. Нисти не удается. Что же делать-то? Ну, давайте так. Мы все равно будем делать... Ссылку... Ссылку... Все, заговаривать нечего. Мы будем делать рассылку записью вебинара. И туда мы вставим ссылки на этот подарок. На оба. Подарка вместе с записью вебинара. Хорошо? Тех, кто сегодня даже не присутствовал, смогут посмотреть и запись, и получить ссылку. Давайте спросим нашего вебинара. Ольга Потоцкая, скажите, пожалуйста. Ссылка открывается у вас? Ой, не открывается. Что же делать-то? Открывается. Ох, коллеги, ну что-то... Что-то с техникой происходит. Вот стоит она против нас. Да. Я хочу поблагодарить вас всех сегодня за отклик. За отклик. За активность. За вашей ассоциации. За желание досмотреть нас до конца. Это очень дорогого стоит. Я приглашаю вас на третий вебинар. Угу. Так, при написании вы даете ошибку. Хорошо. Угу. Хорошо, вы смотрите вебинар. На нем у нас будет больше такая техническая информация по приложению. Книга пришла. Хорошо. Значит, просто после подписки происходит какой-то, видимо, глюк системы. Самое главное, что книга должна прийти. Эл, вы подписались? Если подписались, то книга придет. Видите, коллегам уже приходят. Книга приходит буквально минуту спустя. Каза слов от той книжки. А подарки номер два. В этой книге мы, во-первых, описали немножко о приложении, что это такое, да? А во-вторых, дали алгоритм групповой игры, который в том числе можно проводить именно вот в режиме онлайн на психарте. Понятно, что то, что написано, оно не всегда быстро воспринимается. И эту игру мы решили включить в программу обучения, опять же, маковый психолог, который начинается 27 июня. Поэтому продолжают подумать и присоединяются к нам. Поздравляю, да, тоже за книгу. Все, будем заканчивать, да? Ну что, друзья, встретимся на третьем вебинаре. Готовьте свои вопросы. Поверняка у вас их накопилось много. Я постараюсь ответить на большинство из них. И жду вас вместе с Натальей на следующей встрече. Благодарю вас и на следующей встрече. Субтитры создавал DimaTorzok